В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта образования в детских дошкольных учреждениях Амурского района созданы новые места дополнительного образования. В детском саду номер 38 посёлка Эльбан уже второй год идёт работа с детьми по утверждённой рабочей программе дополнительного образования. Здесь реализован проект в техническом направлении «Проба школа». Проект направлен на развитие дополнительного образования детей, сопровождение и поддержку детей, на помощь в самоопределении и ранней профориентации. На занятиях робототехники ребята учатся работать с графическими планшетами, а каждое занятие основано на изучении сферы применения роботизированных технологий и практических навыках конструирования и программирования устройств. Сейчас у нас занятие всего 30 минут с ребятами, и мы успеваем первую часть собрать на одном занятии, и на другом занятии вторую часть, а на третьем занятии мы её подключаем. Вот сегодня они покажут вам третье занятие, фрагмент именно подключения, собранная конструкция. Ребята с неподдельным интересом собирают устройства и готовят их к эксплуатации. Внедрение лего-конструирования и робототехники – замечательная возможность для интеллектуального развития дошкольников. Ребята, вам нравятся эти занятия? Да! А что именно? Мне самолётик нравится больше. Самолётик нравится? А мне нравится конструкция вот эта. А мне тоже самолёт. Потому что с ней никогда так можно. А когда вырастете, кем хотите стать? Космонавтом. Да! А я хочу стать врачом. Скажите, вам нравятся эти занятия? Да! А вот что вы на них делаете, расскажите. Мы собираем всякие разные конструкции и подключаем через программу. Ну а результатом довольны? Да. А что больше всего нравится? Больше всего нравится нам программа Тинкан. Это компьютерная, ещё планшетная, вот она программа, куда подключаются разные виды построек. А вырастите когда, кем хотите стать? Я хочу сначала быть полицейским, а потом военным. Молодец. А вот я военным хочу быть. В кабинете дополнительного образования имеются наборы конструкторов для разных возрастов детей. Например, первое знакомство ребят дошкольного возраста с основами программирования в детском саду происходит благодаря интерактивному набору «Мышиный код основы программирования». Чаще его называют просто «Робомышь». Данный набор входит в основу стим-образования, которое активно набирает популярность, а используют его с 4-5-летнего возраста. Перед тем, как перейти к сложным конструкторам, мы изучаем «Робомышь». То есть направление помогает нам «Робомышь» изучить также цвета элементарные. И ребята сами строят у нас карточки, они сами строят схему, сами направляют мышку, чтобы мышка дошла до сыра. Но не всегда у нас одно и то же занятие, что оно доходит до сыра. У нас есть карточки, которые там «злая мышка», «добрая мышка», «какая мышка сегодня», «у кого какое настроение». То есть тоже все это в игровой форме у нас проходит занятие, и это тоже групповое занятие. С воспитанниками принимали участие в прошлом году в Хабаровском конкурсе. Хабаровский конкурс называется «Хакатаны». Мы делали с детьми мультики на компьютерах и заняли второе место, получили сертификаты. То есть у нас дипломы, сертификаты, и поучаствовали. Но у нас конкурсов мало, так как мы попадаем по возрасту не на все конкурсы. В основном эти конкурсы идут с 7-8 лет, а мы, так сказать, маленькие для этих конкурсов. Но мы стараемся где-то участвовать. Вот участвовали во всероссийском конкурсе, получили диплом. Два раза участвовали и два первых места заняли. Ну, также я сама участвую во всероссийских конкурсах, стараюсь участвовать вообще во всех, которые есть. И также благодарственные письма, и свидетельства, и дипломы получаем. Отметим, что совсем недавно педагог этого же детского сада Татьяна Домашонкина заняла первое место в конкурсе «Воспитатель года-2024». На протяжении всех этапов соревнований коллеги поддерживали ее, а теперь ждут главную победу уже в краевом конкурсе. Татьяна Сергеевна большая молодец. Мы очень гордимся ею. Надеемся, что она прославит и займет, ну, уже заняла, да, в районе первое место. И мы увидим ее в крае. И будем надеяться на победу. Вот через год ровно она будет представлять Амурский район в крае. Будем ждать положительные результаты, держать кулачки и болеть за нашу Татьяну Сергеевну. Не перестает радовать то, что в нашем районе есть специалисты, любящие свое дело. А уж в воспитании детей это очень важно.